Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами поговорим про аналоги люкса. Я очень долгое время готовилась к этому видео, старательно записывала все, что находила в качестве аналогов. И вот, наконец-то, средства накопились аж на целое видео, и сегодня я с вами ими поделюсь. Так что, если вам интересно, то обязательно продолжайте смотреть. А мы поехали! Аналоги бьюти-блендера. Все мы знаем знаменитый бьюти-блендер. Знаменит он тем, что это просто обалденный спонж для нанесения макияжа, для нанесения тона, для нанесения пудры, бейкинга, для распределения консилера. В общем, для всего данный бьюти-блендер хорош. Он мягкий, он хорошо увеличивается, он хорошо все тушует, он абсолютно не жесткий, в общем, идеальное средство. Но стоит это все-таки очень и очень дорого. Какие же есть аналоги? Во-первых, есть спонж от Manly Pro. Он выглядит вот так вот, он фиолетовый, по форме очень и очень похоже, и по действию тоже безумно похоже. Он мягкий, он хорошо увеличивается, он хорошо распределяет тон, хорошо распределяет консилер. В общем, точь-в-точь такой же спонж, как и бьюти-блендер. Только стоит он не больше 500 рублей. И, кстати, на обучение макияжу, когда я ходила еще к Наталине MUA, когда у нее еще была ее студия, у половины визажистов был спонж бьюти-блендер, а у другой половины вот этот Manly Pro, что, в общем-то, само по себе говорит о его качествах. И еще один аналог, который у меня есть, это спонж от бренда Beauty Bar. Вот так вот он выглядит, он сейчас увеличенный, я его недавно намочила, потому что я сегодня им пользовалась, я сегодня им красилась, и перед этим видео я его помыла, так что он вот сейчас в увеличенном виде. Он тоже черный, он отлично наносит макияж, он отлично все тушует, он невероятно мягкий. Вообще, на мой взгляд, отличий от бьюти-блендера тоже нет никаких, но опять-таки стоит это в 2-3-4 раза дешевле. Пудры, давайте поговорим про пудры. У меня недавно появилась вот такая вот пудра от Charlotte Tilbury, она называется Airbrush Flawless Finish оттенок номер 1. Хорошая пудра, пигментированная, блюрит поры, блюрит кожу, рассеивает свет, в общем, не самая плохая пудра, единственное, что тальк есть в составе. Но, когда я ее начала пользоваться, я поняла то, что где-то я подобное уже видела, что-то у меня есть в коллекции, что очень и очень ее напоминает. И да, есть, оказывается, действительно есть, и эта пудра от бренда Colourpop, которая называется No Filter. Вот так вот она выглядит, стоит она гораздо дешевле, чем Charlotte Tilbury. Да, курс доллара подрос, так что сейчас данная пудра стоит дороже, нежели чем месяц назад, но все же это все еще дешевле, чем Charlotte Tilbury. Очень и очень похожие две пудры. Давайте я сейчас их нанесу. Обе пудры очень пигментированные, обе пудры блюрят поры, обе пудры. Именно скрывают, как бы, какие-то поры, они выравнивают тон, в общем, эффект безумно похож. И сегодня я накрасилась обеими пудрами. Под одним глазом у меня Colourpop, под другой, под другим глазом у меня Charlotte Tilbury, и разницы нет вообще. Дальше давайте поговорим про румяна, и у меня это Nars Orgasm. Все знают эти румяна, они знамениты просто по всему миру, нет, наверное, ни одного человека, который о них не слышал. Чем они хороши? Здесь симпатичный розовый оттенок, который подойдет очень и очень многим, и здесь очень такая сияющая формула. Здесь, с одной стороны, есть какие-то микро-микро-блесточки, но с другой стороны, сам розовый оттенок, он очень такой сияющий и даже немного перламутровый. Соответственно, и на щечках точно такой же эффект. Там чуть меньше розового оттенка передается на щечки, но все же сияет и все же красиво. Я не сразу подружилась с этими румянами, сначала они меня очень сильно разочаровали, но в итоге я нашла к ним подход, и сейчас у нас с ними все хорошо. Так вот, какой есть к ним аналог? А он действительно есть, и это румяна от бренда Milani. Milani в оттенке 05 Luminosa. Да, это чуть более рыжий оттенок, это не розовый оттенок, но эффект точно такой же, финиш точно такой же. Здесь персиковый оттенок, но здесь точно так же есть маленькие блестки в составе, и здесь точно так же идет перламутровый такой блеск, перламутровое сияние. Финиш одинаковый, эффект одинаковый, разный оттенок, да. Так что, если вы хотели румяна Нарс, но было очень дорого и хотелось бы что-то все-таки персиковое, то вот вам отличный аналог румяна Милане. Но, какая здесь есть небольшая подляночка, у румян Милане есть розовые оттенки и на них очень плохие отзывы, поэтому я все же не советую вам бездумно экспериментировать, лучше взять оттенок 0,5 люминоса, как у меня, и это будут точно хорошие румяна. С розовыми оттенками будьте осторожнее, только на ваш, в общем-то, страх и риск их можно брать. Очень плохие отзывы на точно такую же формулу, просто в розовых оттенках. И да, румяна Милане стоят все-таки дорого, они сейчас стоят примерно 1000 рублей, но 1000 рублей все же меньше, чем 2-2,5 тысячи, которые просят за румяна Нарс. Теперь давайте немножечко поговорим про тени, и у меня здесь однушка теней от бренда Hourglass, у меня это оттенок Smoke. Данные однушки очень знамениты, они действительно просто крутые по качеству, у них идет очень-очень красивое, немножечко мокрое сияние. Посмотрите, насколько это красиво. Это именно такой светоотражающий эффект, немножечко зеркальный. Посмотрите, как преломляется свет. Безумно-безумно красивые тени, но также они безумно дорогие. Какие есть аналоги? Аналогов есть сразу несколько штук. Во-первых, вы уже все, наверное, знаете про этот аналог, это тени от Essence Melted Chrome. У меня есть не точно такой же оттенок, у меня другие оттенки, так что я сейчас говорю именно про финиш. Вот у меня, например, оттенок номер 2. Он у меня почему-то потрескался и разломился на две части, но эффект от этих теней тоже очень похож, тоже дается вот такой вот зеркальный эффект, вы сейчас можете наблюдать его на свотче. И это прямо-таки полный аналог, но здесь тоже есть своя заковырка, на мой взгляд. Данные тени собака практически не работают без базы. Очень многие называют их аналогами, но никто почему-то не упоминает про этот момент. Да, они невероятно классно смотрятся на свотче. Просто вот вы видите, это бомбическое красивенное сияние, но когда вы наносите это дело на глаза, оно даже близко не так выглядит. Но если вы все же сначала нанесете хорошую клейкую базу, либо же клей для глиттера, и потом уже вот эти вот тени, то тогда эффект будет именно такой, как надо, эффект будет именно такой, как на свотчах. И еще один аналог, который я нашла, это однушки от Colourpop, именно в такой сияющей формуле. У меня это оттенок Elite Quarky, и формула называется Super Shock Shadow. Давайте я вам сейчас покажу тоже на свотче, чтобы не быть голословной. Тоже такой же красивый эффект. Формула немножечко другая, формула более такая маслянистая, но эффект очень и очень похож. Вот посмотрите, тоже есть светоотражение, преломление, чуть-чуть поменьше блесточек. Да, но все же смотрится похоже. И под эти однушки от Colourpop я тоже все-таки советую использовать какую-нибудь более клейкую, хорошую базу. Так они будут держаться дольше, будут более пигментированными, и в общем, все качественные характеристики будут лучше. Также, продолжая тему глаз, у меня есть вот такой вот пигмент от бренда Focalure. У меня это пигмент номер 11 Blue Brown. И данный пигмент, он что вообще из себя представляет? Он такой на коричневой базе, но с зеленым красивым таким оттеночком переливом дуохромом. Очень-очень это смотрится красиво, просто бомбезно, потрясающим. У меня эпитетов не хватит, чтобы описать то, насколько это красивый оттенок. Вот посмотрите на него. Ясно видно, что коричневая база, но при этом, когда я поворачиваю руку, то виден зелененький отлив. В общем, красивый оттенок, и он является полным аналогом пигмента от Inglot номер 85. У меня сейчас нет его в наличии, я пущу картиночку по экрану, но поверьте мне, это одно и то же. Очень и очень похожий, максимально похожий эффект. Только Inglot стоит дорого, а Focalure стоит 200-250 рублей. Еще одно сравнение я хочу провести для консилера от NARS, вот такого вот Redding Creamy Concealer. У меня это оттенок ванила. Что вообще так или не так с этим консилером? Сначала расскажу. Он хорош для перекрытия недостатков. Я его постоянно использую для перекрытия воспалений, он это делает хорошо, но наносить под глаза я его не советую от слова совсем. Лично мне он под глазами не нравится. Лично мне он там подчеркивает текстуру, западает в морщинки, смотрится там как будто бы туда наложили какой-то глиной засохший, а не консилер. В общем, под глазами это не то. Но для перекрытия недостатков, какой аналог я нашла? Конечно же, это консилер от Maybelline Fit Me. У меня здесь два оттенка 0,5 и 10. Оттенки, в общем-то, не важны. Мы сравниваем именно формулы. Я данными консилерами пользуюсь тоже для перекрытия либо недостатков, либо же я их использую под глаза. То есть данный консилер даже лучше, чем NARS, потому что его можно использовать и на воспаление, и под глазами. И под глазами данный консилер смотрится хорошо. Он не смотрится там как будто бы он все высушил, он не смотрится там как засохшая глина, и он не заваливается в морщины. В общем, просто отличный консилер сделали Maybelline. И он превзошел свой люксовый аналог, на мой взгляд. Дальше я вам покажу средство от Fenty Beauty, которое называется Gloss Bomb в оттенке Fussy. Это одно из самых знаменитых средств от бренда Fenty Beauty. Это отличный, красивейший блеск-слэш-глосс, который невероятно приятно пахнет какими-то конфетками. В нем в составе есть очень много красивых, маленьких-маленьких блесточек. В общем, выглядит это дело просто невероятно и безумно красиво на губах. А запах? Ой, непередаваемо. Просто непередаваемо, насколько это приятно и насколько это красиво. Действительно, очень красивый глосс делает губы объемными, делает их красивыми. Прямо-таки взгляд падает на губы. Несмотря на то, что, казалось бы, просто розоватый оттенок, тоже есть блесточки, которые есть много где, но все же каким-то магическим образом данный глосс притягивает на себя внимание и делает губы просто конфеткой. Но у этого блеска, я считаю, есть несколько аналогов. Во-первых, это блеск эстрад. Вот такой вот блеск у меня в оттенке 202. Оттенок здесь, может, и не очень похожий, но эффект безумно похож. Здесь в эстрад тоже очень-очень много блесточек. Это не глосс, это блеск все же, но эффект безумно похожий. Тоже много блесточек, тоже такой переливающийся эффект на губах. И, на мой взгляд, это очень похоже. Давайте дальше продолжим с губами. И дальше я, конечно же, поговорю про Dior Lip Maximizer. Все знают данное средство, и к нему уже есть, как минимум, несколько аналогов. Чем, в общем-то, знаменит Dior Lip Maximizer? Это средство, это блеск, который наносится на губы. Он делает губы более такими подсвеченными, более сияющими, симпатичными. Он немножечко увлажняет губы, и при этом здесь есть в составе что-то вроде ментола. Он начинает пощипывать ваши губы, и за счет этого они якобы немножко увеличиваются. И да, все это правда, действительно, у Dior Lip Maximizer есть такой эффект. Какие два аналога я к нему нашла? Во-первых, конечно же, Catrice Volumizing Lip Booster. Называется данное средство. Очень и очень похоже. Вот даже по оформлению, согласитесь, очень похоже. Сейчас я вам покажу. Явно видно, чем вдохновлялись. У Catrice, какое отличие? У Catrice все же явно видны блесточки в составе, но их довольно-таки немного, и когда вы наносите два этих средства на губы, разницы нет вообще. Я серьезно наносила на одну губу Dior, на вторую губу Catrice, и разницы не было. Выглядело точь-в-точь одинаково. Так что, если вы хотите попробовать, то берите Catrice. Я уверена, что данный глосс, блеск вам понравится, и это будет полной альтернативой Dior Lip Maximizer. Также еще одно средство, которое уже меньше похоже на Dior Lip Maximizer, но которое все же можно к нему приравнять, это тот же самый Colourpop Plumping Gloss So Juicy. Вот так вот он выглядит. Это уже больше глосс, нежели чем блеск, но все же эффект достаточно похож. Вот так оно выглядит, тоже прозрачное средство. Есть совсем чуть-чуть блесточек в составе, и выглядит очень и очень и очень похоже. Но все же это больше эффект глосса, нежели чем эффект блеска. И последнее, что я вам хотела показать из аналогов, это скульптор от Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & Glow. Называется палеточка. Все знают вот этот знаменитейший скульптор. Он очень шелковистый, очень приятный. У него красивенный, холодный и немножечко теплый такой серовато-скульптурирующий цвет, который будет подходить буквально каждый. Ну, каждый, естественно, со славянской внешностью девушки. Очень-очень красивый оттенок. Невероятно просто тушуется, не ставят пятен, просто всем прекрасный скульптор. У него есть аналог. Это скульптор от бренда Yves Rocher. My Green Summer называется коллекция. Я его уже показывала, поэтому долго говорить не буду. Я обычно смешиваю два эти оттенка, и они безумно похожи на скульптор от Charlotte. Очень похожи на свотче. Не очень похожи, да. На свотче есть небольшая разница, но когда вы наносите это на щеки, то эффект практически один в один. Данный бронзер от Yves Rocher тоже создает именно эффект такой нежной, немножечко сероватой тени, которая одновременно и холодненькая, и тепленькая. Это тоже не яркий цвет, но при этом он идеально подходит именно под скулу, и тоже он отлично тушуется, и вообще не выглядит так, как будто бы вы туда что-то наносили. Просто ваша естественная тень. Есть все же между этими двумя средствами небольшое отличие. Скульптор от Charlotte чуть лучше тушуется, чуть быстрее, чуть лучше, чуть симпатичнее. А бронзер от Yves Rocher в этом плане все же чуть более грубый. Но опять-таки эффект очень похож, потому что Charlotte стоит баснословных денег, а Yves Rocher всего лишь 1000 рублей. Да, 1000 рублей это дорого. Очень дорого для Yves Rocher и для этого средства. Но все же это дешевле, чем Charlotte. И в конце этого видео я хотела бы вам показать несколько средств, которые не являются аналогами люкса, но которые очень часто почему-то таковыми считают. Вот если открыть многих блогеров, то вы увидите у них данные средства как аналоги, но я с этим совершенно не согласна. На мой взгляд, там нет ничего похожего. Итак, давайте начинать. Палетка от бренда Wet n Wild Rose in the Air. Вот так она выглядит. Все ее считают аналогом теней от Анастасии. Beverly Hills Modern Renaissance. Да, гамма очень похожа. Вот просто, я бы даже сказала, один в один. Открываешь, смотришь на эту палетку, смотришь на Анастасию, и безумно, безумно похожи, явно вдохновлялись именно данной палеткой. Но почему же они не являются аналогами? Да потому, что у них совершенно разная пигментация. Да, похожие оттенки и там, и там, но они совершенно разные по качеству. Палетка от Wet n Wild это хорошая палетка для начинающих. Здесь тени полупрозрачные. Здесь их нужно 100 лет набирать, 100 лет тушевать, чтобы получить какой-то более-менее относительно яркий оттенок. В то время, как вы набираете Анастасию Беверли-Хиллз, чуть-чуть растушевали, и пигмент сам на вас перепрыгнул, сам растушевался, и все, в общем, прекрасно. Анастасия Беверли-Хиллз это мегапигментация. Wet n Wild это полупрозрачность. Также у Wet n Wild, например, вот эти вот розовые оттенки на мне не видны вообще. Вот пыль на розовой не виден вообще. Сколько я его не носила, сколько не наслаивала, сколько не тушевала, его не видно вообще. В то время, как у Modern Renaissance такого нет. Каждый оттенок будет на вас прекрасно виден. Вот этот вот розовый оттенок здесь вообще какой-то лично на мне опять-таки больше пыльно-грязно, и чего нет у Анастасии Беверли-Хиллз в ее ярко-розовом оттенке. Так что, да, цвета похожи, но они совершенно разные, эти две палетки, и не являются аналогами. Второй миф, скажем так, это похожесть теней стила и ламель. Да, я понимаю, откуда растут ноги, почему их считают, в общем-то, аналогами, и я сама периодически, скажем так, плаваю от одного, мне не к другому, то все же похоже, то все же не похоже. В общем, в чем здесь подвох, почему это одновременно и похоже, почему это одновременно и аналоги, и не аналоги. Стила, это тени, это жидкие тени на подложке, подложка здесь цветная, и здесь много-много маленьких-маленьких блесточек в составе. В то время, как у ламель бесцветная, то есть прозрачная база, а у стилы, я напоминаю, база не прозрачная, и у ламель все же довольно-таки крупные блестки. Когда вы смотрите на сводчи, этого незаметно. Но, когда вы наносите это дело на глаза, то явно видно то, что блестки у ламель крупноватые. Это красивые тени. И конкретно у вот этого оттенка, Liquid Bronze, база, скажем так, она выглядит непрозрачной, выглядит как будто бы база именно вот этого оттенка. Но у теней ламель есть также другие оттенки, например, золотой и серебристой, и там база совсем другая, и выглядит это вообще ни разу не похожими на стилы. К слову, золотой оттенок я вообще убрала из своей коллекции, потому что он мне не нравится вообще. Там мега крупные блестки, там мега прозрачная база, и смотрится это как будто бы вы наносите детскую косметику. Ну, серьезно. Поэтому, если говорить о стиле и ламель, единственный оттенок, который максимально приближен к формуле стила, это оттенок Liquid Bronze. Все остальные оттенки аналогами не являются вообще ни в каком месте. И последние два средства, которые я тоже часто встречаю как аналоги, но которые ими не являются, на мой взгляд, от слова совсем, это блеск от Clorans, вот такой вот Eclat Minute, и блеск от Catrice, The White Full Lips. Да, немножечко похож коричневый оттенок, и то не полностью идентичный, и, в общем-то, на этом, на мой взгляд, сходство заканчивается, и ничего похожего больше нет. У Clorans средство очень увлажняющее, это блеск, у меня это оттенок 06, он чуть больше такого карамельного цвета, и у него внутри есть немножечко таких вот золотых блесточек. Данный блеск, в общем-то, является, данный блеск, в общем-то, это именно уход, нежели чем блеск, и данное средство довольно-таки хорошо питает и увлажняет губы. В то время как Catrice, The White Full Lips, это больше коричневый оттенок, такой более серьезный коричневый оттенок, он такой приятный, карамельный, да, но он явно более теплый и более темный, и здесь нету никаких блесточек в составе, и также это средство не то чтобы питает губы. Да, у него приятная такая немного увлажняющая, питающая консистенция, но если нанести данное средство одно на одну губу, другое на другую губу, то вы явно почувствуете, насколько велика между ними разница, насколько Clorans увлажняющий, а вот Catrice нет. Вот от слова совсем нет. Да, я люблю вот этот блеск от Catrice, я его часто использую, но это совсем не аналог средству от Clorans. Вот прямо-таки ни в одном месте они не являются аналогами. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!